Всем привет! Вы на канале Посылки из Китая. Меня зовут Саша. У нас, как всегда, будет конкурс, но немножко позже. А сейчас начинаем распаковку. Первый товар, который приехал, это у нас какая-то линза или какой-то телескоп. Комплект какой-то серьезный. Имеется клипса, имеется тряпочка для протирки. Сам телескоп, микроскоп этот. Монокль, точно, это монокль. Так, заглушечка здесь, заглушка здесь. Почувствую себя пиратом Карибского моря. Достаточно забавная вещица, с которой может побаловаться не только ребенок, но и взрослый. Допустим, как я. В данный момент вы видите картинку, зумированную только этим моноклем. Настроили фокус и можете снимать смело свое яблоко. Но если вы начинаете зумировать дополнительно еще на телефоне, увеличивать зум, то картинка даже при установленном телефоне на штатив, в данный момент телефон стоит на твердом штативе, его ничто не беспокоит и картинка все равно в момент легкого прикосновения к телефону она начинает трястись. За счет зума это выглядит, конечно, не очень приятно, не очень прикольно. Но если вы возвращаете зум телефона в ноль и снимаете только с помощью этого монокля, то, в принципе, достаточно приятная картинка. Снимаем монокль и видим яблоко без различных зум режимов. В данный момент зум на самом телефоне. Для теста использован телефон Redmi Note 4X. Теперь посмотрим на дальний объект, который расположен приблизительно около 70 метров от меня. А точнее труба на крыше. Если применяем обычный зум телефона, картинка становится очень шумной и не очень приятно смотреть, во-первых, на нее, во-вторых, она просто размытая и не все понятно, что все-таки изображено на фотографии. Если одеваем наш монокль, картинка намного четче, на ней меньше шумов и объект более различим. Я думаю, что за эти небольшие деньги можно прикупить себе такой монокль и поснимать какие-то интересные кадры, ракурсы. Допустим, в лесу посмотреть, как белка точит орешки. И здесь у нас силиконовые шнурки. Да, вы не ослышались, это действительно силиконовые шнурки. Комплект шнурков для ленивых состоит из 12 штук. Всего имеем три типа размера. Единица, двойка и тройка. В принципе, вот с левой стороны можно наблюдать сами размеры. Это сделано для удобства, чтобы вам не пришлось вымерять их по длине и можно было спокойно вдеть их в кроссовки, ботинки, в общем, в ту обувь, которую вы хотите носить. Я завязываю шнурки таким образом, чтобы на конце получились узлы и шнурки никуда не убегали. Каждый раз не приходилось завязывать их и не надо управлять, куда-то закидывать. Лопатку взяли, ногу всунули и можете спокойно ходить гулять. Все делается достаточно быстро. Что можно сказать об этих шнурках? Ну, в первую очередь, мне не нравится, как они выглядят. То есть обычные шнурки в кедах мне нравятся намного больше. Во-вторых, присутствует, так сказать, неудобство. Когда вы вставляете ногу в кеды и, естественно, у вас язычок немного заходит вовнутрь кеда, вы его потом начинаете выправлять и у вас эти шнурки очень часто перекручиваются. По поводу раздвинуть кед, вставить туда ногу, не совсем получается. То есть это надо, чтобы кеды были не в размер. Большой разницы между своей свободной шнуровкой и вот этими резинами упрощенными я не заметил. Потому что все равно мне приходилось воспользоваться лопаткой в тот момент, когда одевал кеды. А просто раздвигание этих шнурков особо ничего не дает. Но есть другой альтернативный вариант. Если, допустим, ваш ребенок не в ладах со шнурками, то, в принципе, можно прикупить два таких комплекта. Почему два? Потому что вот эти большие шнурки вряд ли подойдут на детскую ногу. Поэтому вам надо два комплекта, как минимум, вот этих маленьких третьего размера. И тогда для ребенка будет непроблематично одевать кроссовки, допустим, в школе на физкультуре. Он не будет путаться в бантиках и узлах. А здесь приехали стекляшки на яблоко. Обычное бронированное стекло или как оно называется. Ничего сверхъестественного. Такие уже стекляшки я заказывал. И в комплекте присутствуют салфетки для протирки и наклейки для того, чтобы эти стекла наклеить. Плюс еще имеется вот наклейка на заднюю стенку. Актуальный летний товар. Шторки на задние стекла. Ну или на боковые. В принципе, не обязательно на задние. В комплекте идут две липучки, вставляются в эти отверстия и приклеиваются на стекла. Когда я достал те шторки из пакета, я подумал, что вряд ли буду их использовать. Потому что внешний вид машины может превратиться в жутко колхозный. Но на самом деле я их установил, переубедил сам себя. И мне кажется, что внешний практически не поменялся. Плюс, к моему удивлению, оказалось, что присоски намного лучше предыдущих, которые попадались не в различных финтифлюшках, типа крепежи зубных щеток. Потом было еще штуковина на лобовое стекло, которое приклеивалось от солнечных лучей, от нагрева панель защищает. Все отваливается буквально через полчаса, полтора, там, два часа. Эти присоски выдерживают намного больше. Возможно, мне просто повезло. И если вы решите заказать, вам не повезет. Я не могу за это ручаться. Я не обезжиривал стекла, я просто прилепил их к стекла, стекла, стекла. В общем, я их просто прилепил к стеклам. Не обезжиривал. Одна шторка продержалась практически сутки, вторая продержалась, ну, где-то полсуток. То есть вечером прилепил, с утра ехал на работу, она отвалилась. Не знаю, сколько там по времени, по часам не засекал. Вторая отвалилась на следующий вечер. То есть практически сутки. Вы знаете, это реально хороший результат для китайских присосок. Ссылка на этот и на другие товары будет в описании. И у нас на подходе следующая посылка. Зарядная. Бассен. Опять. Это чудеса. Дело в том, что мне недавно приходило оно, и я заказывал только одну штуку. Вполне возможно, что это подарок китайца. Ему понравилась реклама на канале. Не знаю, как так получилось, но я точно помню, что заказывал Бассен только одну штуку. Был какой-то хороший скидочный купон, я его заказал. Но я уверен на 100%, что я заказывал одну зарядку. Потому что купон у меня был только один. А здесь у нас находятся селфи-палки. Самые, что ни на есть, простые, дешманские, слегка телескопические телескоп ни хрена не достается. Качество исполнения этой селфи-палки оставляет желать лучшего. Сам телескоп работает очень плохо. В некоторых местах он очень сильно заедает. Возможно, это разработается. Но если он разработается в том месте, где заедает, то представьте, как он разработается в том месте, где свободно ходит. Надолго ли его хватит? Однозначно нет. Ненадолго. К моему Asus подключается достаточно просто. Не надо никаких манипуляций, ничего. Просто поставили 3,5 джек в разъем. Включили телефон, включили камеру. У вас изначально на дисплее телефона показывается то, что подключена гарнитура. Включаете камеру и нажатием на стике происходит фотография. Ничего сверхъестественного. За 1,5 бакса, в принципе, можно приобрести себе этот стик. Даже не себе, а детям, которые хотят поиграться, побаловаться. Чтобы не получилось такой ситуации, ребенок прибегает домой. Вы ему пару дней назад купили какую-нибудь Xiaomi палку. Он прибегает, палки нет в руках. А где палка? О, брат. Это жулики. Решайте сами. Ссылка в описании. И у нас заключительная посылка. Здесь что-то мягкое, наподобие как лизуна такого. Поэтому открывать буду очень-очень осторожно, чтобы не повредить. Написано носки. Три пары носков. На самом деле здесь не находятся ни носки, а штукойны для того, чтобы делать педикюр. Ну или снимать кожу со ступней. Одевайте эти ножные маски или маски для ног. Носите их 35-95 минут. И потом, через пару дней, спустя 48 часов, ваша кожа будет слазить. Этот товар не стал исключением. Ловите обзор. После вскрытия упаковки к вам в руки попадают пакеты с жидкостью. Они по форме напоминают галоши. Запаситесь ножницами. Пакеты просто так вскрыть не получится. И еще один маленький совет. Если вы решили сделать эту процедуру, заранее решите все дела. Кофе, покурить, туалет. В маске лучше сидеть без движения. Иначе кожа поползет не только со ступней. Натянули маску на ногу, одели обычный носок и засекли время. Сейчас зрелище не для впечатлительных. На данном этапе прошли почти сутки. Кожа начинает слазить пластами. Подошли к концу вторые сутки. Кожа на ступне напоминает целлофан. Все, кроме пяток, готово к отторжению. Там придется пошлифовать пемзой. Как оказалось, эта маска действительно годная и рабочая. Но не думайте, что после того, как вы ей воспользуетесь, ваши ноги будут как у младенца. Нет, вы просто снимите верхний слой кожи. Как всегда, проходит конкурс 150 российских рублей. Обязательно поставить лайк, быть подписчиком моего канала. Написать абсолютно любой комментарий. Результат через 10 дней на втором канале и паблике ВК. Ссылки в описании и в шапке канала. Пока-пока!